Радио с момента своего появления открыло для всех новые возможности. Что может быть интереснее, чем поддерживать связь с представителями всей нашей огромной страны? Занимаясь радиоспортом, люди, прежде всего молодые, могут развиваться, осваивать сложную современную технику, расширять свой кругозор. Обо всем этом шла речь на рабочем совещании, которое провел депутат Законодательного собрания Края Виктор Чернявский в Славянском районе. Представители заинтересованных служб и организаций, работающих с молодежью в Славянском районе, были приглашены на рабочее совещание. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский, обсуждая вопросы творческого и спортивного развития детей и молодежи, патриотического воспитания с собравшимися, обратил их внимание на важность того, чтобы радиоспорт в молодежной среде вновь стал популярным. Этот вид занятости имеет серьезный потенциал для комплексного физического и интеллектуального развития юношества. Это же, во-первых, великолепное направление. Во-вторых, есть еще энтузиасты. Вот сейчас поколение, не дай бог, прервется, кто подходит? Все, забыли. Потом будем вспоминать. Мы вчера решили в 10 районах сделать такие базовые точки пока. Ну, начались мало. Причем там, где есть и так далее, хотя бы начатки, зачатки, аппаратура, там какая-то люди и так далее. Потом берется дальше. Выйти на какую-то систему соревнований, на какую-то систему поддержки и так далее и так далее. Но если мы это решили, значит, славянский район должен быть не хуже людей. И славян должен показать предель. Развитие такого технически сложного вида, как радиоспорт, позволит подрастающему поколению выйти на новый уровень, получить нужные знания и освоить такие навыки, которые очень пригодятся в жизни. Своё отношение к этой актуальной теме высказали собравшиеся. Кроме того, команда каждый год принимает участие в таких общественных делах, как радиопобеда, радиомарафон, радиопобеда. Значит, где мы освещаем события Великой Отечественной войны в эфире. Потому что многие забывают, и не вечно напомнить тем, кто за рубежом, то же самое, что именно была война. Только не просто вот война Великой Отечественной, а именно наши дела привязаны к важным событиям. Например, это Азовская флотилия, несколько лет была ради экспедиции наша. В прошлом году мы выезжали на батарею Зубкова. Радиоспорт – это увлечение при правильном подходе очень способствует патриотическому воспитанию. Затем в ходе продуктивного общения были обсуждены все возможности, которые нужно использовать, чтобы радиоспорт в Славянском районе получил второе дыхание. Поступило предложение организовать общественную организацию – районную федерацию радиоспорта. Его поддержал Виктор Чернявский, отметив, что общественники – это двигатель многих важных процессов. Планируется, что федерация будет координировать работу всех структур в деле продвижения радиоспорта. И каждый из участников совещания подготовит на следующую встречу предложение по развитию этого вида занятости. Очередная рабочая встреча назначена на февраль 2023 года. Кроме того, депутат Законодательного собрания Виктор Чернявский провел личный прием граждан, обратившихся к нему по самым разным поводам. Это позволило рассмотреть многие вопросы на месте и принять конструктивные решения.